Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Очень сильно нуждаюсь в совете, опускаются руки, не знаю что делать. Мы в браке 5 лет. 4 года назад я была в декрете, нашла у своего мужа в телефоне интимную переписку. Данный конфликт мы решили мирным путем. Теперь моего мужа по работе отправили обдума за 120 километров. Но мы с сыном к нему ездим каждый выходной и привозим ему еду и чистую одежду. Вот я стал замечать, что мужу я стал неинтересно как женщина. У нас с ним интимной жизни не было уже месяц. А когда он жил с нами дома, он мне про хода не давал как бы он не уставал на работе. На мой вопрос у тебя кто есть, ответ однозначный нет, мне кроме тебя никто не нужен. Разница у нас с мужем с 13 лет. Я-то чувствую, что с ним же что-то не то происходит. Он раньше таким не был. И думаю, что семья наша потихонечку распадается. Живем как соседи. Может у кого такое было. Буду рада любому совету. Заранее спасибо. Вот что меня особенно привлекло здесь в этом тексте, это, пожалуй, то в вашем тексте, что меня привлекло, это то, как вы пишете, вот может у кого такое было. То есть вот такое ощущение, что вы не совсем отдаете себе отчет в том, ну, куда обращаетесь. Или к кому обращаетесь. Вот такое ощущение у меня. У меня возникло. Вы извините, я ни в коем случае не хочу вас обидеть. Вот, но вот возникло у меня такое чувство, что, ну, что вы вот не понимаете, ни до конца понимаете, к кому обращаетесь, куда, точнее. Вот, смотрите, 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 мы психологи, понимаете, какая штука. Вот, мы психологи, мы психологи, и да, как бы момент здесь заключается в том, что вам нужно фокусироваться не на том, у кого такое было, а на том, как вам решить свою проблему. Вот, как вам решить свою трудность, а вы в данном случае как-то вот спрашиваете о том, было ли у кого такое. То есть вы как будто бы обращаетесь не к специалистам, да, вот, не к психологу, а как будто вы обращаетесь к, ну, вот, другим людям. То есть, вызывает вопрос, вызывает вопрос, а, как бы, тех, к кому вы обращаетесь. Дальше. Вы пишите, значит, очень сильно нуждаясь в совете, опускаются руки, не знаю, что делать, да. Важно понимать, что психологи советов не дают. Вы пишите, мы в браке 5 лет, 4 года назад я была в декрете и нашла свою мужу в телефоне переписку. И дальше вы пишите, что данный конфликт мы решили мирным путем. Вот, то есть, что значит мирным путем? Что такое, что такое, значит, что здесь конфликт? То есть, как бы, ну, почему вы называете это конфликтом? Вот. Непонятно. Как непонятно, в принципе, и то, что вы называете мирным путем. То есть, ну, мирным путем, это, это как мирным путем? То есть, что такое мирный путь в данном случае? Ну, вот. То есть, мирный путь это, это когда вы поняли, там, условно говоря, что происходит с вашим мужем, чего ему не хватает, да, какие у вас трудности в семье, хотя, ну, трудности в отношениях и так далее. Если вы это имеете в виду под мирным путем, то хорошо, если вы это имеете в виду. У меня есть, правда, некоторые вот подозрения, к сожалению, что имеете вы в виду немножечко другое. Вот. Есть такое у меня подозрение. Ну, ладно, забегать не будем, пока, пока вперед. То есть, что такое мирный путь, мирный путь? Вот. Что вы имеете в виду под мирным путем? Вот. Почему это, грубо говоря, повторюсь, опять же, конфликт? То есть, это кризис, да, это кризис. Это кризис отношений, да, но не конфликт. Вы называете это конфликтом. Конфликт чего? Давайте тогда выделим стороны конфликта, если это конфликт. Конфликт чего это? Дальше. Дальше. Значит, теперь моего мужа отправили в Абон, а мы с сыном ездим к ним каждый выходной и привозим ему еду, чистую одежду. Значит, почему вы с сыном? Вот знаете, я когда, я когда, ну, словно говоря, читал ваш текст, у меня возникла мысль, что вы ездите вместе с сыном, как будто вы напоминаете ему о том, что у него есть семья. Я просто не, я просто в таком случае не очень понимаю, зачем с сыном, блядь, вот, ездил. Ну, хорошо. Хорошо. Опять же, не знаю, сколько вашему сыну лет, может быть, как бы, ну, может быть он хочет ездить сам. Вот, ну, то есть тут, конечно, есть нюансы, но в любом случае было бы неплохо их раскрыть, эти нюансы. Дальше. Я стал замечать, что мужа стала неинтересна как женщина. У нас с ним интимная жизнь не был месяц, а когда он жил с нами дома, он мне проходу не давал. Собственно говоря, здесь есть такой достаточно важный момент. Вы не привлекаете своего мужа, собственно, как, когда вы были в декрете, вы своего мужа не привлекали. Так вы и не привлекаете его, получается, сейчас. Почему? Почему? Ответ кроется в том, что вы говорите о себе и о своем сыне в одном лице. Это мы. То есть есть ощущение такое, что вы не отделяете себя от сына. Это первое. И второе, есть такое ощущение, что вот уже довольно давно вы вот всю себя отдаете именно семье. При этом забивая на свои желания, на свои потребности, на свои интересы и так далее. То есть вопрос у меня к вам будет такой. Вы говорите, что, значит, не видит, не видит меня муж как женщина. Какая вы женщина? Можно у вас узнать? Я сейчас не издеваюсь, я серьезно спрашиваю. Какая вы женщина. То есть, ну попробуйте себя описать. Вот если мы говорим о том, что вы женщина. Вот. Я не сомневаюсь в том, что вы женщина. Вы поймите меня правым. Просто давайте вот заострим на этом внимание. Я же, мужчины меня не замечают, говорите вы. Какая я? Как женщина. Вот. Понимаете? То есть, на мой взгляд, вы здесь растворяетесь в семье. Вот. Вопрос заключается только в том, на мой взгляд, как вы к этому приходите? Как вы пришли к тому, что вот семья для вас стала на первом месте. Это хорошо, что семья для вас важна. Но, на мой взгляд, семья выстраивается все-таки из личного ощущения с человеком своей ценности. Вот. А пока, ну, вот как вы это делаете, такое ощущение, что все, что вас волнует, это вот потеря, собственно говоря, семьи. Тут вы говорите, что семья рушит. Вот. И первое, что нужно в этом, ну, в этом ключе, да, в этом контексте, на мой взгляд, сделать это именно вот начать отделять себя от сына. Вот. То есть, как бы это вот то, что, на мой взгляд, вы сейчас как раз не делаете. Ну, позиционируя, позиционируя себя как вот, только как жену и мать. Вот. Вот. Хотя вы не только жена и мать. Вы еще и на самом деле женщина. Вот. Но вопрос заключается в том, а чувствуете ли вы себя ею? Чувствуете ли вы себя, эээ, женщиной вообще, вот, ну, вы сами, эээ, вы сами по себе? Это очень хороший и важный, эээ, вопрос, как мне кажется. Эээ, вам на это, ээ, нужно обратить эээ, самое прицельное свое внимание. Сначала. Эээ, как бы, вместо этого вы, ну, как бы, занимаетесь тем, да, что, эээ, смотрите, эээ, вот, эээ, на своего супруга, пытаясь отгадать, там, ну, нужны вы ему, эээ, еще или, или нет. Вот. То есть демонстрируете, эээ, супругу, в этом смысле, эээ, получается, эээ, свою еще, ээээ, свою еще большую, ээээ, ну, привязанность, как бы. Вот, ну, и вот, ээээ, насколько это конструктивная здесь, ээээ, модель поведения, так скажем, вот, к чему она приведет. Ээээ, в целом, да, у вас кризис, и в целом нужно, ээээ, делать, как мне кажется, анализ, эээ, ваших отношений. Ну, вот. Ээээ, в целом, ээээ, мне видится, что нужно проводить анализ ваших взаимодействий. Этоā, вот, для того, чтобы, эээ, разобраться в том ээээ, ну, условно говоря, ээээ, какие у вас есть ээээээээ, трудENCE, трудност Also, Вот, во взаимодействии с Мудем, вам решить необходимо проблему собственных страхов, проблему собственной привозности, вот, и после этого, в общем, вы сможете изменить свою модель поведения так, чтобы вновь получить возможность быть привлекательной для твоего мужа. Вот, при условии, что у него к вам чувства, так скажем, сохранилось, потому что у него чувства, ну, могли, как и любые чувства, да, могли исчезнуть, могли пропасть. Вот, это нормально, нормальная, нормальная история. Вот, вот примерно такой ответ я мог бы вам сейчас дать. Да, разница в возрасте тоже играет довольно большую существенную роль, потому что разница в возрасте определяет уровень равенства в отношениях, то есть насколько мы можем быть равными во взаимодействии. Вот. И разница в возрасте определяет ваш выбор, то есть вот, когда вы, значит, решали вступить в брак в отношениях с мужчином, с мужчиной, который вас старше на приличное количество лет. Вот. Вы тоже чем-то в этом смысле руководствовались в своем выборе. Очень важно заметить и оформлять, что называется, свой выбор тоже. Ну вот, потому что, ну, как бы, случайного, да, ничего не бывает. То есть, ну, вот. Не случайно вы выбрали своего мужа, не случайно вы именно в человека старше себя на 13 лет влюбили. С учетом того, что вы описываете, да, с учетом вашего стремления к семье, я думаю, что в какой-то степени вы заменяете, замещаете семьей в какой-то степени свою тревожность и страхи. Но это нужно еще будет выяснять. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего доброго. Удачи. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok